несется на лебедки вскачь достаточно удобно когда лебедка ездит нашел разгон ну заторвался видеть какая какая скороподъемность как он чпунь ну как хорошо инструктор доволен о это мне теперь меня одевают вот смотрите прям почти в прямом эфире не влажа в планер посредством народу сажает все я готов же свепрэ мама ты дорога вот слушайте ну вот реально страшно сейчас ребенка это конечно сказка это просто праздник недорого получается ресурс электромотора гигантский если трос не таскать по земле разматывать в воздухе ресурс троса тоже гигантский то есть какие перспективы открываются как мой инструктор приземлился точно точно откуда взлетели туда и приземлились молодец зачет на чем здесь таскают планера ну вот вам пожалуйста знаменитый геркулес двигатель татра дизель какой-то огромный там чуть ли не танковый ну шучу конечно танковый но очень мощный дизель ну как мощный 124 помощь лошадиных сил и сама лебедка относительно мощная то есть ей немножко не хватает тяги для современных тяжелых планиров но она прекрасно например тягает бланики то есть метров на триста это все шуршит троса металлические увы которые рвутся их сплетать нужно вот это все такое червячная передача то есть конструкция крепкая но в целом достаточно как бы так сказать мягче приносящая иногда проблем надо постоянно чинить что-то делать что-то выращивать но работает неплохо позволяет безопасно затягивать планера повторю легкий планера то есть одноместный планера натянет но не скоростной то есть здесь вся проблема в том что трансмиссия рассчитана под какой-то под бланник собственно она и была сделана и бланник летит до буксировки медленно а какой-нибудь там не знаю вот же янтарь туберкулес тянет плохо то есть эта штука для первоначального по сути обучения зато дешево и сердито можно ли в современном мире сделать что-то лучше этого геркулеса можно мы перед войной почти закончили лебедку для планиров сделано на базе nissan aliv крайне nissan 19-го года там есть уже 200 киловатт двигатель понятно что нам всю мощность из него не нужно съедать но эта мощность управляемая то есть принципе такой лебедкой можно будет затянуть мой планер и g32 ми весом взлетным 800 килограмм пульнуть его вот под 45 градусов ног не выше головы то есть я хочу чтобы я мог этой лебедкой затянуть свой планер там не знаю во франции или сюда приехать в гости в общем тянуть тянуть все что угодно и это же лебедка сможет тянуть такой планер была батарейка куплена там было 350 килограмм лития то есть там как на место на 2 теслах батарея огромная была и позволяла бы делать там 40 где-то затяжек планиров с генератором там еще больше но увы это все пока закончилась лите где-то на войне и увы вот-вот как лидит планерному спорту тот ужас который творится это будет солнечный прицеп то есть будет раскрываться такая вот система солнечными батареями будем летать нечистой энергии а а а а а а а а а Завод, на котором делалась лебедка в руинах, перспективы пока непонятные, поэтому все, кто пишет, Волков, давай сделаем лебедку, скажу, война закончится, сделаем, закончите быстрее, пожалуйста. Как заводится Геркулес? Раз, потом отважной, недрогущей рукой, мужественный оператор забирается на рабочее место. Дальше нужно что-то потащить, поставить в нужное положение специальную ручку от винта. От винта. Вот это танк! Дег, 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 дег. Это хорошо, трактор, говиолка. Огонь! Геркулес аэроклуба Субботица. Вот так выглядит это чудо-машина. Она самоходная, может перемещаться в пространстве, ну, в принципе, даже во времени, судя по всему. Вот сейчас размотан трос, кстати, размотан трос весь, да, барабанчик стальной, трос стальной, все тяжелое, инерция бешеная, и толщина троса, ну, миллиметра четыре, то есть трос еще и тяжелый, надо понимать. Конечно, рвется в этом случае редко, но представляете, какой вес еще тащит планер. Это то, что я всегда говорю в лебедках, крайне важен еще и вес троса, потому что поднимается вверх не только планер, но еще и где-то 150 килограмм троса. А если сделать синтетику, она весит будет 20 килограмм. И тогда при той же мощности двигателя можно поднимать выше. И даже парапланы, то есть лебедку, которую я сделал гидравлическую, на ней был как раз трос синтетический 5 миллиметров, но синтетика. Бланик мы тянули высоко, здесь дистанция больше километра, но не высоко получается, а я тянул 700 метров на три сотни. Эта лебедка, в принципе, и стоит не очень дорого, сейчас такую можно, не знаю, тысяч пять-десять евро, а мое стоило новое. За 90 я ее продал, продал крайне вовремя, иначе сейчас застряла бы она. Ключ на старт. Прокон завелся. Планер разгоняется, надеюсь, выбрал более удачный ракурс. Он оторвался, видите, какая скороподъемность, как он, чпунь. Вообще, принято давать 100% от взлетного веса, то есть, если этот планер весит там 600 килограмм, то и 600 килограмм на тросе должно быть. И, в принципе, в этом случае планер должен очень высоко подниматься. Ну, говорю, сейчас вот, сейчас уже получше, вот в прошлый раз было метров 200, сейчас нормальные 300 метров. Видимо, что-то пошло в прошлый раз не так. Дальше планер отцепляется, летит по кругу. Опять лебедка произвела огромное количество дыма. О, это выглядит. И, кстати, можно по дыму определить ветер. Да, оп, а вот, собственно, и парашютик. Бам! Хватается парашютик! Ай-яй-яй-яй, как страшно всегда в таком виде. Бам! Вот и вся затяжка. Ну, вот, друзья, быстро, мощно, дым, пыль, в общем, все хорошо. Вы спросите, куда так стремительно несется вот эта машина? Она стремительно несется за тросом. То есть большой минус таких полетов в том, что машина бегает туда-сюда, к лебедке, и если она разматывает, как сейчас, один трос, то, конечно, это не так удобно. Лучше разматывать два. Можно ли по-другому? Ну, да, у парапланетистов используются размотчики троса, то есть специальный там поводок прицепляется к тросу, планер взлетает, грубо говоря, с двумя веревками, и потом поводочек возвращает трос на старт. Вот на лебедках парапланетных с двумя стартами мне удавалось сделать в нашей школе «Вектор», когда еще моей было 340 полетов за день. Ну как? Хорошо? Инструктор доволен? Инструктор одлитет. Инструктор доволен? Хорошо? О, это мне теперь? О, друзья, меня одевают. Вот, смотрите, прям почти в прямом эфире. Не влажу в планер, поскольку народу сажает. Не влажу. Потолстел волчок. Все, я готов. Же све пре. По-французски. Ну что ж, друзья, показываю вам взлет на лебедке. Сразу свои ощущения знаю, это ноги выше головы и так далее. Вот меня провожает целая команда друзей. Можете за меня поволноваться. Страшно? Да. Когда пилотам не страшно, когда пассажирам. Ой, боюсь. Вот, какие мрачные тучи, какие подходят сбоку. Мы их отгоняем. Кыш, кыш. Пепестрили еще разбирать перед дальней дорожкой. Вот как выглядит у нас флажочек. Сначала поднимают красный. Это значит запускай мотор. Выбирай слабину. А желтый-то погнали. Вот выбрана слабина. И вот сейчас уже видно, что трос натянулся. Пошел желтый. Давай. Тяги, тяги. О, пошел разгон. Их, сгорение, знаете, как в кресло сжимает. О, либо чкунь, смотрите, какой угол. М-м-м, мама ты дорогая. Вот, слушайте, ну вот реально страшно сейчас. Ну вот оторвался, видите, какая, какая скороподъемность, как он, чпунь. Я такой тангаж, это просто, я показываю вот так, потому что в другую сторону все равно ничего не видно. Небо. Видите, вот небо и все, и приборы. О, сержант там. Ой, как ты там? Все нормально. Все хорошо. Ну, слушайте, высоко, реально, 300 метров точно. Вот это мне парку дали. Чувствуется, не жалеет керосина. Ой, и в принципе, в принципе, отцепочка. Вот, и проверили, что точно отцепилось. Если не отцепилось, там гильотины есть всякие. Вот как выглядит полет по кругу, собственно. Понятно, что не я лечу, но я и не берусь. Я снимаю видео. Как будет, Макс? Вот он, аэродром. И можно спокойно делать коробочку. Как вы видите, внизу несется машина со страшной скоростью. Зачем она несется? Она несется трос размотать. Потому что сейчас, понимаете, трос смотался к лебедке. И можно ли по-другому? Можно. Можно на старте поставить, например, смотчик. Что такое смотчик троса? Это еще одна лебедка, маленькая только, которая может смотать трос на себя. И тогда не нужна машина. Представляете, как все ускоряется? Мало того, у нас это все технологии есть. У нас есть электрическая лебедка. Ну, не есть. Она могла бы быть, если бы не это глянская война. Была бы электрическая лебедка, которая тягает планера. С синтетическим тросом, с большой батарейкой. Мотор от Nissan Leaf 150 лошадиных сил. Киловатт. 150 киловатт. Вот это вот 122, по-моему, лошадиные силы. Вот там в Веркулесе. И то, что сматывает тросы, у нас тоже есть. Это штука, которая... Вы, наверное, видели в роликах лебедку. Которая параплану настигает. Там просто звездочка меняется. Ремень немножко другие-другие размеры. И все. И в этом случае трос сматывается очень быстро. И точно ложится на старт. И в этом случае между двумя взлетами времени, ну, там, не знаю, 2 минуты. Представляете, может куча планиров, так сказать, только чпок-чпок-чпок в небо стрелять. И выше, чем сейчас. То есть, по идее, вот с такого расстояния. Сейчас штиль, понятно. Вот здесь аэродром. Я так понимаю, тысяча где-то... 100-1200 метров троса сейчас вымотано. А можно-то и больше. Можно, в принципе, это двинуться на всю дистанцию. То есть, вполне можно на 600 метров тянуться. В этом случае эту местность я знаю. Здесь погода бомба. И вот там вот город, в котором мы летали в Венгрии на чемпионате мира. Вот это, конечно, очень страшно. Над ЛЭП вот так вот разворачиваться. Я прям... Понятно, что высоко. Но вот, как это, долет. Если на этом аэродроме делать соревнования, то долет на малых высотах. Такой вот царством ЛЭП, это, конечно, страшный сон парапланилистов, друзья, честно говоря. Вот. И все. Вот, кстати, полоса. Сейчас будет заходик. Так что лебедка, это, конечно, сказка. Это просто праздник. Недорого получается. Особенно на электрической. Там очень экономично. И ресурс огромный. Если электрическая лебедка, ресурс электромотора гигантский. Если трос не таскать по земле, разматывать в воздухе, ресурс троса тоже гигантский. Смотрите, какие перспективы открываются. Катимся. Так, кстати, будьте аккуратны, потому что ноги очень сильно бьются на вот эту лепушечку, если их не вытянуть к педалям. Вот как мой инструктор приземлился точно, точно. Откуда взлетели, туда и приземлились. Молодец, зачет. Лебедка, это вообще офигенная штука. Раз, два, взяли. Раз, два, взяли. Толкайте ним. Заваливай налево. Нет, нет, направо. Нет, налево. Друзья, окончание летного дня. Идет дождь. Вы все спрашиваете, как ездит лебедка. А вот так. Мужественный оператор несется на лебедке в скач. Кстати, достаточно удобно, когда лебедка ездит. Уж поверьте мне, человеку, который лебедки таскал в свое время, будь здоров. Да. Моя лучшая лебедка была с точки зрения самоходности в 8-м колес на вездеход. Было реально 8 колес. Эта штука перепрыгивала любой ров. В общем, было очень весело. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok